Героям слава Владимир Александрович, мы продолжаем информационный марафон Freedom на телеканале UAE, крыльный кролик Борисов, и также мы подключаем к нашему эфиру нашего следующего гостя, военный эксперт Валерий Рябых с нами уже на связи. Валерий, рада вас приветствовать, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мы ранее уже говорили о сейчас самых массированных атаках Российской Федерации, это в свою очередь славянское и краматорское направление. Скажите, пожалуйста, это полностью подтверждает, я напомню, информацию украинской разведки, информацию украинского генерального штаба, но можно ли говорить о том, что сейчас при наличии вооружения, которое предоставляет Соединенные Штаты Америки, международные партнеры, эти атаки можно будет отбить и в дальнейшем, насколько реально вероятность, в ближайшее время начать массовое освобождение именно уже Харьковской области, Луганской и впоследствии Донецкой. Ну, мы видим уже то, что поставка современных вооружений вооруженным силам Украины со стороны партнеров дают определенные результаты. Эти результаты уже ввергают в панику противника. Агрессор чувствует всю силу ударов артиллерийских систем, которые получили вооруженные силы, как ствольной артиллерии, так и реактивных систем залпового огня. Нужно отметить, что вот за последнее время, это вот порядка двух недель, которые прошли со времени объявления о поставке и начале работы систем Хамарс в Украине, можно найти свидетельство того, что порядка 30 объектов важных противника на оперативной глубине были уничтожены или получили значительные удары и были выведены из строя. Среди этих объектов склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, также центры управления, командные пункты противника. Вот уже сегодня с утра в социальных сетях появились свидетельства того, что удар пришелся на большой склад боеприпасов противника в районе Шахтерска. И сейчас продолжаются взрывы на этом объекте. Ну, все это уменьшает способность противника к ведению тех боевых действий, которые были запланированы им, в частности, проведение наступательных операций. Нужно сказать, что, конечно же, противник сосредотачивает все основные усилия в треугольнике Славянск-Северск-Бахмут с тем, чтобы продолжить активное наступление в направлении Донецкой области, захватить в дальнейшем. Но сейчас все эти попытки напрасны в связи с упорством вооруженных сил в отстаивании занятых рубежей, а также в связи с тем, что как раз те важные объекты, которые обеспечивают снабжение войск на линии соприкосновения боеприпасами, горюче-смазочными материалами и другими средствами, сейчас уничтожены. Соответственно, вот в дальнейшем при продолжении разрушения тыловой инфраструктуры противника и насыщении ударных средств, которые будут находиться в распоряжении вооруженных сил, возникнет достаточно хороший наступательный потенциал, который можно будет реализовать для проведения наступательных операций на нескольких направлениях, чего мы и будем ждать. Ну, вот, допустим, по тем же сводкам военных, которые прошли за последние сутки, в частности, это сводка оперативного командования «Юг», показывает, что достаточно большой урожай собрали за эти сутки. На южном направлении было уничтожено четыре важных объекта противника. Это склады, три склада в Херсонской области, один склад в Николаевской области, а также два командных пункта 49-й общевойсковой армии вооруженных сил страны агрессора, которые действуют на этом направлении. Также наши военные говорят о том, что было уничтожено порядка 60 живой силы, а также порядка 20 объектов техники. Это достаточно такой весомый показатель всего за одни сутки ведения боевых действий на этом направлении. Валерий, конечно же, прогнозировать войну по датам и как-то что-то себе предполагать, как точно все будет, невозможно. Но вы же понимаете, что и зрители, и жители Украины, и других стран, которые следят за тем, что происходит в Украине, конечно же, хотят понимать глубже ситуацию и в общей ее полноте. Так вот, эксперты еще в мае и в июне предполагали и прогнозировали, что приблизительно в середине июля будет некий переломный момент этой войны. Как вы считаете, мы уже приближаемся к этому моменту, либо он отсрочен? Как вы оцениваете эту ситуацию? Нужно смотреть, прежде всего, как раз по срокам поставки обещанных вооружений и военной техники. Это один аспект. Второй аспект – это по срокам подготовки подразделений вооруженных сил, новых подразделений, хочу подчеркнуть. Вот о чем также заявлялось ранее. Нужно сказать, что по сообщениям Генерального штаба, а также представителей военного ведомства Украины, ранее говорилось, что в Украине ведется подготовка нескольких бригад резерва. И, насколько я понимаю, эта подготовка ведется как раз с начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Если взять во внимание, что в целом подготовка частей масштаба бригады может занимать до четырех месяцев, это полноценная подготовка с боевым слаживанием, то нужно говорить, что как раз к концу июля истекает срок подготовки этих новых свежих подразделений, которые, хочу подчеркнуть, будут и уже вооружены современным вооружением по стандартам НАТО. Также и подготовка ведется. Также с учетом того, что эти подразделения имеют эти современные вооружения, что будет, соответственно, также влиять на тактику их действий. То есть первый такой срок преподает как раз на конец июля, на начало августа. То есть наши подразделения могут быть усилены значительным количеством подготовленных бригад. Кроме того, нужно принимать во внимание, что вот сейчас была объявлена о подготовке новых подразделений уже на территории, допустим, Великобритании, о чем была объявлена вот сейчас, началась эта подготовка, которая также говорила о том, что подготовка будет занимать порядка трех-четырех месяцев. То есть следующее значительное поступление новых резервных подразделений намечается на октябре. Это также может свидетельствовать о новой дате расширения наступления и также закрепления успеха, который может быть достигнут к концу лета, начала осени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok